Валерий Павлович, а что случилось? Люди говорят, вы вас выгнали? Да все в порядке. Да где же это порядок? Вы теперь что, на работе ночевать будете? Да вы так не переживайте, у меня там есть пара стульчиков. Ну куда это годится? А идемте ко мне. У меня места полно. И потом я собиралась ужин приготовить, супчиком сварю, какой любите овощной, а Сэмчику бульон. Что? Ну вот видите, собака кушать хочет. Да и выпади голодный. Идемте. Пойдем, Сэм, да? Идемте. Мерзавец. Мам, готов ужин? Я слава могу съесть. Ну как я вам? Что-то совсем на себя не похоже. И вообще я теперь так выглядеть буду всегда. Может не надо? Женщины всегда должны быть красивы. Не, мам, ну не настолько же. Так, рты закрыли и сели есть. Господи, Иисусе. Сонечка, ты такая... Какая? Такая, как... кукла. А помнишь, у меня была Катька резиновая с длинными ресницами и с красным оттом? Да и у Михалыча была такая кукла. Че ты несешь? У взрослых детей бывают куклы? А им зачем? Дочь, для дела. Соня, все очень красиво. Я бы даже сказал, слишком. Чурбанты. Ну с ума. Я тебе потом расскажу, зачем нужны эти куклы. Баб-Вер. Баб-Вер, Баб-Вер. Эй! Святые уводники. Поля, нельзя же так людей пугать. Вот именно. Что вы здесь делаете? Пришла мозги тебе вправить. До утра подождать нельзя? Поля, Поля. Ну зачем ты так с Валерой, а? Баб-Вер, послушайте. Нет, это ты послушай, Поля. Зря ты мужика выставила. И собаку зря отдала. Охранять-то кто будет? Так, ну, во-первых, я Валеру не выставляла, он сам ушел. Во-вторых, я уже взрослая, меня охранять не надо. Еще как надо. С ближайшей колонии, между прочим, двое зэков сбежали. Сегодня по телевизору показывали. Но только не нужно вот этих страшных сказок на ночь. Ты же сама здесь жила, знаешь, какая колония рядом. Для убийц и насильников. А те двое вообще рецидивисты. Полезные советы закончились или еще будут? Зря ты меня не слушаешь. Ну вот зря. Пойду я. В общем, съехал мой квартирант. Собаку забрал, Павел Семенович. Вот и ладно. С тобой что творится? В смысле? Скажи, пожалуйста, о чем ты думала, когда бежала пса забирать? Куда бы ты его делала? Не знаю. Вот-вот. И о квартиранте со своем говоришь так, как будто жалею, что он ушел. Я ни о чем не жалею. Врешь. Я же слышу, вот и спрашиваю, что с тобой творится. Так, Лёль, все, перестань. Слушай, возьми себя в руки. Поль, ты должна продать дом, а квартиранты и собаки не твоя забота. Слышишь меня? Слышу. Кстати, тут с твоим бывшим что-то такое творится. Ходит черный, как туча, на нервах весь. Недавно, прикинь, к нему адвокат приходил, и мы знаешь, что выяснили? Что? Что адвокат на бракоразводных процессах специализируется. И что? Поль, да ты хоть понимаешь, что это значит? Твой Андрей разворится. 90% из 100. Он больше не мой, так что пусть флаг ему, сама знаешь куда. А что, если он тебя искать будет, спрашивать адрес? Ничего ему не говори. Все, Лёль, давай, пока. Ну, Сонь, не подумаешь, болтнул. Лишь у него. Чего сразу убежаться? Дурак. Я ради него так старалась. Пусть меня в салоне провела. Денег потратила. Не важно, сколько. Не, почему важно? Сколько? Тысячу почти. Не, ну что, каждая же девушка хочет с собой что-то сотворить. Верно? Ты просто офигительно успокоить умеешь. Простите, что в потемках розетка поломалась. Вот. А вы кушайте, не стесняйтесь. Скоро супчик будет готов и бульончик для Сэма. А еще запеканка и пирог. Маш, ну зачем так много? Да куда много? Вы же мужчина. Мужчина и в полном рассвете села. Вам кушать надо. Маш, скажите, у вас нет вот такой вот зеленочки? Я, кажется, свое оставил. Найдем? Спасибо. Валерик Павлович, я для вас что угодно найду. Спасибо. Валерик Павлович. Ты мне нравишься такая, какая ты есть. Люблю я тебя так. Положишь? Кость, ну дети еще не спят. Вдруг зайдет кто-нибудь. Так. Так. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот. По соседям пробежалась, собрала. Что-то должно подойти. Спасибо вам. Ой, уже и розетку на кухне починили. Вот что значит мужчина в доме. Да, и несложно. О, работает. А, суп готов. Маш. Да, короче, все. Это смешно. Просто. Слушай, а я, наверное, поеду сегодня на ночную рыбалку. А? Хочешь леча или карасиков? Ловить так щуку. Ну, можно и щуку. Что там твой лящ? Не, он, Михалыч, сегодня точку одну сдал. Говорит, рыбу клюет на пустой крючок. Врет. Не, ну, может, врет, но я бы проверил. Ну что, отпустишь? Езжай. Ночью комаров кормить дур нет. Одни дураки. Скажешь тоже. А пошутила? Накопаешь мне червей. Я бы какашу сори. Доброе утро, страна. В эфире программа «Кому не спится» и ведущая Полина Лавренюк. Тема выпуска. Что делать, если вы не можете уснуть одна в пустом доме? Наш кейс-парад возглавляет такой совет. Включите музыку. Начните драйвить. Полный. Маша, можно мне одеяло и подушку, я там на диванчике прилягу? Зачем же на диванчике, Валерик Павлович? У меня в спальне кровать есть. Большая, мягкая, не скрипит. Как-то неудобно прогонять. Зачем прогонять? Маша, это лишнее. Ну что ты. Я женщина опытная. Я знаю, чего мужчине надо. Глупый. Ну совсем ты со своими книгами. Обрастом человеческом счастья забыл. Маша, мы один умный человек когда-то сказал, что цену счастью. Можешь узнать только, когда счастье исчезает. Поэтому лучше прямо сейчас остановиться. И чтобы я в полной мере оценил меру своей счастливости. Так сказать. Маша. 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 Валера. Валер, ты куда? Маш, мы с Сэмом уходим. Ну как уходите? Зачем? Ну я же просто отблагодарить хотела. Я понимаю, Маша. Ты прекрасная женщина, но для любого мужчины ты просто находка. Ну тогда в чем дело? Маш, я не готов сейчас к отношениям. Ладно, я подожду. Не стоит. Стоит. Ты обязательно встретишь мужчину, который оценит тебя. А если я уже встретила? Маш, был такой Генри Миллер. Он однажды сказал, что лучший способ победить женщину это сдаться. Это очень хороший совет. Все, спокойной ночи. Маш, прости, пожалуйста. Пока. Сэм ко мне. Сэм. Рядом. Сонька. О, господи. Ты что, на ночь глядя клад на огороде решила найти? Там я на ночную рыбалку собрался. А, и какую же рыбу интересно собрался там ловить? Это ты сейчас о чем? О том. Ольга-то. Айболита нашего выгнала? Как выгнала? Ну вот так. С вещами, велосипедом. Так может, она дом продала? А вот фигушки. Не нашла она покупателей. Так это что получается? Она сейчас дома одна? Ага. И Костяка. И Костяк именно сегодня на ночную рыбалку собрался. Рыбку он собрался ловить. На голый крючок. Оторву сейчас и крючок и стручок. Все, подрываю бабнику проклятому. Костя! Рыбалка отменяется! Дорогие радиослушатели, вы по-прежнему на волне радиорадости. Если вам не спится, и у вас есть чердак, ложиться спать – чудовищная ошибка. Валерий Павлович, ты теперь работаешь дома, а спишь на работе? Нормальные люди делают наоборот. У нормальных людей хотя бы дом есть. У нас в самом его нет. Что выгнала, Восполина? Сами ушли. Не сошлись во взглядах на воспитание животных и других млекопитающих. Ясно. Только ночевать-то тебе тут нельзя. Почему? Да потому. Еще пара таких ночей, и ты ни согнуться, ни разогнуться не сможешь. Ну разве это отдых? Да ничего, кто-нибудь из моих бесплатников приютит. Угу. Сейчас. Соня, а ты случайно штаны мои не прятала? А если спрятала, то что? Зачем? А тебе я незачем. Ты сам сказал, у тебя сегодня выходной. Ну вообще-то между выходным и домашним арестом есть разница. Да. Жаль, я не знала. Ну теперь будешь знать, давай штаны. Я не подумаю. В смысле, Соня, ты нормальная? Думай как хочешь, а я знаю одно. В борьбе за свое счастье все способы хороши. По твоему вот это счастье? Ну это тоже. Соня, ну потурачились, хватит. Я что, должен весь день это как босяк с голыми ножками бегать, людей смущать. Так ты дома сиди. Здесь тебя никто чужой не увидит и не будет никакого соблазна. Ни для тебя, ни для некоторых приезжих. А так значит? Вот так значит. Хорошо. Принеси мне плед. Сам возьмешь. Я тебе в няньке не нанималась. Знаешь, а мне и так хорошо. Даже очень. Ну не знаю. Я как-то думала, что двор будет побольше и дом поновее. Сын, и тебе как? Ну да, дом не новый, но прочный. А двор? Такой, что курицы не разбежатся. Мы просто тут хотели второй дом построить. Чтобы я была ближе к детям, к внукам. А где прикажете теперь этот дом вписать? Ну вот здесь. Если вам не нравится, то покупайте. Нет, я не говорю, что мне прямо таки не нравится. Мы только начали смотреть. Я бы хотела взглянуть на документы. Пройдемте. Да. Здесь у нас вот как раз кухня. А где справка о том, что в доме никто не прописан? А зачем вам справка? В доме был прописан только отец. Он умер. Вот свидетельство о смерти. А. Так это наследство? То есть вам в него еще вступать? Он оставил мне дом подарственный. Все равно вы здесь могли прописаться или еще кого-то прописать. Нет, мне справка нужна. Хорошо, я ее сделаю. Да, и кстати, в объявлении было сказано, что дом с собакой продается. Где она? Я ее отдала. Вы в курсе, что это называется обман покупателя? Вам нужна собака? Да не нужна мне никакая собака. Это дело принципа. Короче, вам дом не подходит. Я этого не говорила. Просто на лицо, моя милая, одни какие-то сплошные минусы. Дом старый, двор маленький, цена высокая. Справки вон нет. Справку я сделаю. Приходи ко мне, через два дня посмотрим на тебя. Все, до свидания. Спасибо, Валерий Павлович. До свидания. До свидания. Что за аншлаг сегодня такой? Ну так Полина лавочку твою бесплатную прикрыла. Вот люди в клинику и пошли. Ты хоть зарабатывать начнешь. И Семен, и что прибыль? Оля Ивановна, ну ты же все знаешь. Ну если люди на корову или козу еще могут раскошелиться, то на собак и кошек неохота стратится. А кто им помогать будет? Ты бы лучше о себе, Валерий Павлович, позаботился. Сорок годков. Ни квартиры, ни денег, ничего. Была жилплощадь нормальная, так он ее жене отдал. А мне моя жизнь сейчас гораздо больше нравится. Скажи, как может нравиться жизнь бездомного? Так я не бездомный, я свободный. Ну так лучше же быть свободным с домом, чем без. Ну вон посмотри на Полину, что она счастливый человек, что ли? Нет. Дом у нее есть. Она скорее от него избавиться хочет, чтобы стереть память о в отце. Ну? А что это ты эту Полину так часто вспоминать? Давай, не начинай, зови следующего. Здравствуйте. Мне нужна справка о том, что в доме никто не прописан. Лариса? Здравствуй, Полина. Хотя нет, мне ничего не надо. Перестань. Ты без справки дом не продашь. Я в курсе, что ты дом выставила на продажу. Заходи. Ты не изменилась. Спасибо. Зато вы постарели. Все такая же и жесткая. На отца держишь обиду, и на меня, конечно. Ваши с ним отношения меня не касаются. Касаются. Я давно собиралась с тобой поговорить. А зачем? Чтобы рассказать о том, какая у вас была большая чистая? Отец не хотел бросать маму, она болела. Его решили дождаться, пока она умрет, чтобы перестать скрывать ваши отношения. Я не хочу ничего об этом слышать. Это противно. Все было не так. Отец не изменял. Отец не изменял твоей матери. А познакомились мы с ним в похоронной конторе, где он оформлял похороны жены, а я мужа. Я пыталась тебе с самого начала все это объяснить, но ты слушать не хотела ни отца, ни меня. Да ты, Полина, на меня сразу как-то так ополчилась. У тебя уже взрослая была. Ну что поделаешь. Я не настаивала, потому что поняла, что единственным важным человеком в жизни для Сергея являешься ты. Мы расстались. Это неправда. Мы приходили к нему в больницу. Я просто пришла его проведать. Это было один раз. Хочешь, проверь. А знаешь, почему я пришла? Потому что любила я его и не могла забыть. Думаю, дай взгляну на него хоть одним глазком. Едой домашней накормлю. А он, уходи, пожалуйста. И здесь зашла ты. То есть вы с ним не были вместе? Нет. Потому что ты была против. И снова ничего слушать не хотела. Уехала и телефон поменяла. А он ждал тебя. Ждал. И надеялся, что ты вернешься и вы помиритесь. Так и жил один. И все из-за твоих глупых обид. Но ты так и не приехала. И даже к нему на похороны. Сергей, только тебя. Вот, ну. Всю жизнь любил. Так, Костик. Выходной закончился. Иди за свиней кормить. Давай штаны тогда пойду. Вы посмотрите на него. Без штанов уже выйти на улицу не можешь. А ты что, хочешь, чтобы меня соседи в таком виде увидели? О чем ты их удивлять собрался? Соня, а чем я Полю удивлю, если приеду к ней? Ты же этого боишься, верно? Соня. Я видела, как ты на нее вчера глазел, когда она приходила. Я ей знаю, что думал. Вот прям знаешь, о чем я думал. Ты экстрасенс, да? Да, экстрасенс. Хорошо. Скажи тогда, Соня, пожалуйста, о чем я думаю? И что хочу сейчас сделать? Что? Что-то, Соня. Что-то. Плохой с тебя экстрасенс. Не возьмут тебя на битву. Костик. Костик, что ты задумал? Если мама умеет читать мысли, почему она не знает, что сделает папа? Папа часто вообще ни о чем не думает. Но сейчас он точно что-то задумал. Привет. Привет. Я тебе нож принесла, а ты вчера забыл. Спасибо. И еще. Я хотела извиниться за вчерашнее. Вы заходите просто на ужин. Я борщ зеленый приготовлю. Без мяса, как ты любишь. И вареники с вишней. А саму косточек мозговых сварю. Маш, мы же вчера обо всем поговорили. Ну да. Но тебе же нужно где-то питаться. А кто тебе приготовит? Я и на пирожках могу. В конце концов, я сам себе могу что-нибудь приготовить. Ну где? Ты же теперь здесь ночуешь. И потом, я хочу, чтобы ты почувствовал, как это, когда с женщиной рядом. Маш, давай ты оставишь не мои пирожки, а я оставлю тебе твою свободу. Ну, тебе нужен хороший мужчина. Это точно не я. Поль, что случилось-то? Обидел кто? Это я обидела. Кого дочек? Отца. Поняла наконец? Баба Вера, расскажите мне что-нибудь о памяти. Как он жил в последние годы? Чаем напоишь. Давайте что-нибудь покримся. В общем, как ты номер телефона изменила, он и начал сдавать. Тощий стал, как жердина. Хозяйство забросил. Наверное, и помер бы быстро, если бы не Валера. А что Валера? Он как тут поселился, начал помогать. Книжки какие-то Валера ему читал. Прям изба читали, а тут у нас была. А потом твоему ту собаку подарил. Сын? Ну да, не рассказывал. Он щенка нашел у дороги. Машина сбила. Подлечил ее немного и Сергею принес. Надо ему собаку приютить. Никому не нужна, а вам радость будет. Вот. Так вот, откуда у отца сам оказался? Он мне души не чаял. Сначала выхаживал его, как ребенка. А потом везде вместе ходили. Я рада, что у отца хоть какая-то компания была. Но не скажи. Он-то больше всего о тебе говорил. Вот приедет моя Поленька. Я ее яблочным джемом накормлю. Она его очень-очень любит. И сливовым вареньем. И компотом с крыжовник. Ты в погреб-то спускалась? Спустись, деточка. Спустись. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо вам, Валерий Павлович. А то как бесплатных приемов не стало, мне хоть вешайся. А тут еще как назло. Кроли начали болеть один за другим. Так прививку надо сделать, и все. Так кто же сделает? Так я и сделаю. Спасибо вам. Кстати, Федор, у вас же с Катериной, если я не ошибаюсь, комната под сдачу есть. Там сейчас нет жильцов? Комната есть. Только мы за два месяца за лот берем. Ага. Может, ради меня сделаете исключение? Я просто не насобираюсь сейчас на второй месяц. Извините, Валерий Павлович, но у нас с Катей такое правило. Без денег никак. Угу. Вот как. Ладно. Спасибо. До свидания. До свидания. Давай, я тебе помогу. Да не надо, не надо. Спасибо. До свидания. Ну, здорово, сосед. Здорово, Деогреш. Что? Все жилье еще? Да, еще, все. И как? Да никак. Есть вариант. Манька вдова. И второй. Назад, к Полине вернуться. Нет, дядя Гриша, я что-нибудь еще поищу. Давай. 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 Полина. Полина. Оль. Полин. А что ты платишь? Тебя что, кто-то обидел? Что? Да нет, я ударилась просто. А ты что, сам рыдал? Я? Весь мокрый насквозь. Ну, либо рыдал, либо в озере купался. Не то, не то. А, интрига. Да сегодня потирал вещи, и... Так что... Не, не было в чем идти. Так что, ладно. Понятно. Ну, пойдем дома я чай поставлю. Ну, и дам что-нибудь переодеться, не знаю. Пойдем. Ну, спасибо. А это что, холота твоего квартиранта? Это папин. Он хоть и старенький, но папа его очень любил. Так ты с чего пришел? Просто. Увидеть тебя. Ну, и из дома сбежать. В смысле? Ну, как ты с города вернулась, Соня, она с тобой в чем-то таком подозревает, что... Ты решила ей насолить, прийти на зло? Ну, не так, чтобы насолить, но... Короче, за политическим убежищем. Во, точно. Ну, как политический беженец, принимающий в стране, скажи мне, пожалуйста, сколько тебе ложек сахара в чай? Две? Две. Ты все еще помнишь? Помню. И я все помню. Маму твою помню, как она, кстати, за этим столом всем нам нарезала вишневый пирог. Помнишь? Да. Очень вкусный был ее фирменный. Папу твоему помню. Его яблочный джем, соленье. Да. Хороший мужик был Сергей. Слушай, а помнишь, как-то я целый день хромал и краснел, как непонятно кто? Да, да, я помню. Ты еще сказала, что... Ты пальцем о парту ударился. Да, на самом деле мне было стыдно сказать, что у меня подошва отклеилась. Так вот, твой папа собрал мне быстренько ботинки и прошил их, представляешь? Серьезно? Да. А я еще подумала, чего тебе так быстро нога прошивает. Ну да, подошва уже не отклеивается. Так вот, он мне научил прошивать ботинки. И с тех пор я и себе, и детям все сам делаю. Сонька, можешь одолжить Костика на полчаса? Корнифт отвалился, представляешь? Так нет его. Как нет? Ади он. В Караганде. А что на тебе лица нет, а? Убежал таки. Думаю, у нее. Представлю, чем они там занимаются и плакать хочется. Слушай, а может еще не все потеряно, а? Наверняка есть способ, как мужа в семью вернуть. Какой? Сонь, ты сколько лет в браке? Ну думай, давай, соображай. Че, да? Да, молодец. Так, ладно. Поговорим о тебе. Как вы живете с Соней? Мы? Да нормально живем, хорошо. Жили. До твоего приезда. Так. А я тут при чем? Да вот так. Ну ты же знаешь, Соня, если она что-то решит, то все. Ее не переубедить. Ну может, она просто очень сильно тебя любит и боится потерять. Может. Наверное. Значит так, Костя, я как третья сторона в конфликте присуждаю тебя к депортации на родину. Чего? Ничего. Закончилось твое политическое убежище. Иди домой, тебя там любят и ждут. Здорово, дядь Гриш. О, здорова. Куда путь держим? А ты мой хороший. Да на клопище. Привет, передавай старому другу. Хорошо, передам. И с днем рождения поздравь Серегу. Про именина его помните? Ладно. Мы же одногодки с ним. Был бы жив, 55 годков бы сегодня отпраздновал. Жалко его. Совсем молодым ушел. Подниму сегодня чарку за старого друга. Пусть земля ему пухом. Все передам, дядя Гриша. Поехал. Ну давай. Соня, а что ты так рано легла? Тебя ждала? Думала, придешь, не придешь. Куда я тебя денусь? Ну не знаю. С днем рождения, Сергей. Привет вам, от Агнасельчан. Они вас помнят. Вы с самым тоже. Агнасельчан. Что это? Спасибо. Сэм! Рядом! Привет, мама! Привет, папа! С днем рождения! Я приехала! Что-то что-то поздно. Знаешь, папа... Ты прости меня, пожалуйста, за все. За то, что я обижалась на тебя, злилась. Думала, что не нужна. А ты меня ждал и любил. Глупо все получилось, правда, пап? Я тебя тоже любила. Я люблю. Я люблю. Эй, красавица! Давай к нам. Посидим, поговорим, по рюмашке выпьем. Спасибо, не хочу, денег у меня тоже нет, извините. Так, а мы и не просили. Нам компания нужна. Слушай, ну чего ты? Ну подожди, да хоть проведем. Кладбище же все-таки. Мы люди добрые. Да и компания хорошая. Не отказывайся. Чего ты испугалась? Ну не торопись. Давай за ней. Держите. Подожди. Стой, стой, стой. Зря. Пустите меня! Пустите меня! Помогите! Помогите! Пустите меня! Помогите! Тише, тварь! Помогите кто-нибудь! Не надо, пожалуйста, не надо! Пожалуйста, пожалуйста, не надо! Помогите! Помогите кто-нибудь! Помогите! Уйдите меня! Помогите! Не надо! Помогите! Сэм. Сэм. Господи, боже мой. Сэм. Сэм. Вот ты, пожалуйста. Ты мой хороший. Ты мой хороший. Спаси тебя, пожалуйста, держись. Иди, очень прошу, пожалуйста. Ты держись, ладно? Да, пожалуйста, держись. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь, Сэм? Я сейчас, я сейчас. Сейчас, секунду. Сейчас, сейчас. Возьми, просто трубку. Возьмите, пожалуйста, трубку. Возьмите, пожалуйста, трубку. Моя мама красивая. У нее на лице большие глаза, брови у нее разные. А зависимости, какие она рисует. Это вычеркну. Но это же правда, Соня? Это школьное сочинение, Костя. У мамы красивые губы. Хорошо. Они у нее бывают разного цвета. Смотри, что на ней одета. Платье, если она идет гулять. А халат, если выходной. Бабушкины ритузы, если она солит сало. Это вообще никуда не годится. Убирай. Тогда от сочинения ничего не останется. Значит, надо написать новое. Дочитывай уже. Да, Полин. Что? Так, срочно постарайся найти чистую тряпку и зажми рану. Нужно кровь остановить. Давай, я скоро буду. Так. Так. Сейчас. Хорошо. Все будет хорошо. Вот так вот. Вот. Ну, все, все будет хорошо. Хорошо. Ну, чёрт. Сэм, Сэм, ты меня слышишь, Сэм? Хорошо, ну, Господи, Боже мой, ты держись, пожалуйста, Лаван, ты, пожалуйста, держись, все будет хорошо, я тебя уволю, сырье. Валера! Отойди. Много крови. Так, я сделаю перевязку, ты постарайся снять машину, чтобы ее привезти. Давай, давай, давай! Хорошо, хорошо. Сейчас, хорошо, лежи, лежи, лежи. Подожди, подожди. Алло, Поль, что случилось? Сейчас приеду. Что, опять она? Серьезно? Прям помчишься? Там что, землетрясение? Все будет хорошо. Не бойся, я с тобой. Хороший. Хорошая собака. Все будет хорошо. Кость, спасибо тебе еще раз. Пожалуйста. Тебе от начальства влетит, да? Он даже не узнает, я все отмываю. Я поеду? Да. Ты звони, если что. Хорошо? Спасибо. Ну что, рана глубокая? Да, нужно срочно оперировать. Почка задета. Ты сам справишься? Надень медицинский набор, там в шкафчике. Я? Да. Валера? Давай. Сэм, я сейчас. Я сейчас. Все будет хорошо. Я сейчас. Так. Где? О, Господи. Так. Вернулся? Чего так быстро? Не такая она уж и умелая. Соня, просто помог Поле, вот и все. А это еще что? Мам, лучше не доставай папу. Ты видишь, он начал убивать. Костя, счастливый. А вообще это кровь. Что делать дальше? Кровь промокни. Здесь. И здесь. Все. Игло. Можешь быть свободно, я зашью рану. Он выживет? Иди, ты мне мешаешь. Иди. Ну как? Держи. Спасибо. Он поправится. Слава Богу. Он же меня спас. Я вообще не понимаю, как он меня нашел. Ну, мы же тоже сегодня были на кладбище. Он сбежал на обратном пути. Наверное, почувал неладное. Удивительно. Не понимаю, почему он решил меня защитить. Я ему абсолютно чужой человек. Ошибаешься. Он успел к тебе привязаться. За могилками, значит, ты ухаживал? Я делал это ради Сергея. Он был такой человек, который... Прости. 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 Я вела себя как идиотка. Я думала, что папа закрутил роман на стороне. И это стало причиной смерти мамы. Оказывается, что познакомился с той женщиной уже после того, как ее не стало. Папа мог бы жить счастливо. А я... я все... испортила ему и себе. Какой же я была эгоисткой. Ну... Не надо себя винить. Да. Только папы больше нет. Ничего уже не исправить. Тем не менее... Тем не менее... Точно... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я что, уснула? Ну, так чуть-чуть. Иди домой и хорошо выспись. А ты? Я за Сэмом послежал. Хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Соня, что с тобой? Ну, чего? Костя, скажи все-таки, чья кровь в багажнике? Соня, ты что, действительно думаешь, что мы с Полей кого-то убили? Это Сэма кровь. Его какие-то отморозки ранили, а я помог в клинику отвезти. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так ты ради Полькиного пса мотался черти куда на машине начальника? Ну да. Так все, отдых окончен. Иди в хлев, свиней надо покормить и навоз убрать. Давай. Поль, ты чего? Чего-чего? Я себе тут места не нахожу. Думала, что он куда-то вляпался под обратие душевный. Ужаса в себе напридумывала. Как тебя спрятать, чтоб никому не выдать? А я тебе говорил, не признавайся. Так бы еще месяц бездельничал. Ну, Егорка, знаешь, я просто очень люблю нашу маму. Так, давай следующую. Не, ну ты представляешь, по одному ее звонку спохватился и побежал. Из-за какой-то собаки. Ясно. Значит, пора пускать ход в план С. А это то, что ты вчера говорила? Да. Так что беги, Соня. Спасай свой брак. Я не дурочка. Я уже брат Кусик позову. Молодец. А что ты плюешься? Сашка! Братуха! Привет, Костя, привет. Какими судьбами? Я к Соне, мы договорились с ней. О чем договорились? Ну, если она тебе сама не сказала, это, может, не стоит. Вот так, значит, да? О, дядя Саша. Привет, 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 мой хороший, привет. А что я вам привез? Догадываюсь. Да? Умник. Держите. Шекспир? Да. Пятый раз. Ну? Лучше бы шоколадку. Шоколадки вредные. А стихи – самая лучшая пища для разума. Можно у библиотекарша на шоколадный батончик ставить. Можно. Привет, Саша. Привет, Сонечка. Ну, давай, вези детей в школу, а мы, Саша, пойдем. И куда же? А Саша решил Полинтон посмотреть. Да. Может, наконец-то выберется со своего хутера. Ну, давай, говоришь, посмотреть. А деньги ты откуда возьмешь? Костя, какой ты материалист. Все о деньгах, о деньгах. А деньги мы ему одолжить можем. Хоть из тех кредитных. Все-таки брат он тебе или не брат. Мам, ты же сама говорила, деньги дяде Саше не давать. Лучше сжечь, хоть согреемся. Да я шутила. Ему давно пора переехать, сменить обстановку и все такое. Вези детишки. Все, детишки. Пока. Дядя Саша. Что? Картинок вообще нет. Развивайте фантазию. Ох, Валер Павлович, да играешься ты. Мало того, что сам в клинике живешь, еще и стационар здесь устроил. Узнает Семенович? Не узнает. А если? Ну, сегодня-завтра сниму комнату, переедем туда с Сэмом. Кто тебя на съемное жилье с собакой пустит? Посмотрим. Посмотри, пожалуйста, много там на прием сегодня? Да прилично. Ты бы кофе выпил и привел себя в божеский вид. У тебя на лбу написано, что ты всю ночь не спал. Поль, привет. Вот и мы. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, будем знакомы. Полина. Ой, это лишнее. Ну что вы знаете, я считаю это прекрасное обычай целовать руку даме. Тем более, если дама очень хороша с собой. Вы не на даму смотрите, а на дом. Вы же его пришли покупать? Да, да, дом, да. Но и его хозяйка прекрасна. Как в моем Джульетте, любил ли я? Нет, отрекайся, взор я красоты не видел до сих пор. Прекрасно. Можно тебе на три слова? А вы смотрите дом пока. Да, спасибо. Это что за мастер стихов? Да что, нормальный, образованный, учитель литературы. У меня гуру есть, кстати. И ты говорила, что ты любишь английскую классику. Ты мне его сватаешь, что ли? Ну, что сразу сватываю? Нет, конечно. А чего он тогда ко мне со своим Шекспиром пристал? Ну, просто. Решил тебе, человек, комплимент сделать. Деньги у него есть? Ну, есть, наверное. Так, есть или наверно? Ну, я не знаю. Ну, Поль, ну, не злись только. Просто походи с ним, покажи ему дом. И там, глядишь, и сладится у вас. Что у нас сладится? Ты даже не знаешь, есть у него деньги или нет. Так, Соня, все, правда. Я думаю, что это очень плохой вариант, и мне он не подходит. Прости. Иди. Саша? Привет. Привет, Маш. А что ты здесь делаешь? Дом покупаешь? А, хотелось бы, да. Но знаешь, как сказал классик, какими разными путями идут желания наши и судьба. Какой ты все-таки образованный, Саш. А если бы рядом была еще та, которая ценила бы это? Та, что была бы музой для моих стихов. Неужели тебе сложно такое найти? Невероятно сложно. Да? Почему ты думаешь, многие, кто хотели бы стать поэтами, так и не стали ими? Музы не было. Ну, у тебя будет. Обязательно. У тебя должна быть. О, Маш, а ты что делаешь тут? Да так, на разговор зашла. Ну, ну. Саш, ты посмотрел, все? Нет. Уже? Подожди, как? Пойдем, пойдем. За руки расскажу. Доброго денечка. Доброго. Если ты к Валерии, его нет. Да нет, а к тебе поговорить надо. Давай. Отдай мне его, Поль. В смысле? Не притворяйся, что не понимаешь, о чем я. Он же тебе не нужен. Ты ему только голову морочишь. Так, стоп. Маша, послушай, мы с ним абсолютно чужие люди. Я вообще не понимаю, с чего ты взяла, что… С чего? Да со всего. Думаешь, я не вижу, как он на тебя смотрит? Между нами ничего, мы с ним просто друзья. Ты извини меня, Поля, но я-то умею отличить дружбу от недружбы. Так, все. Не говори ерунды. Ты же ему сердце разобьешь. Поиграешь и бросишь. А я могу сделать его счастливым. Оставил, а? Уезжала бы ты отсюда, Поля. Воду бы не баламутила. Соня, ну что, совсем ей не понравилось? Ну что, она так и сказала? Ну не то, чтоб совсем, но вроде того. Ну и времена. Интеллигентный человек ни у кого уже не в почете. Соня. Че? Слышь, а Мария замужена? Вдова она что? Не, ничего, я просто спросил. Даже не думай. Машка не просто вдова, она дважды вдова. У оба мужика у нее молодыми умерли. Ничего, как говорится, храбрым судьба помогает. Знаешь, есть понятие храбрый, а есть дурной. Так вот не дури, Саша. Привет. Можешь говорить? Могу. Что случилось? Да ничего, пациент попался маленький, но с характером. Как там Сэм? Сэм лучше, при хорошем правильном уходе скоро поправится. Я как раз об этом хотела поговорить. Я тут ему бульон сварила, я подумала, давай я его заберу. Буду тебе благодарен. Хорошо. Я тогда позвоню Косте и попрошу, чтобы он его привез. Слушай, ну давай через пару часов, когда у меня прием закончится. Ладно. Всем привет. Передам. И передай своему пациенту, что осмотр у такого врача, как ты, дорогого стоит. Ну, не преувеличивай. Все, пока. Костя, спасибо тебе еще раз. Да, Низлыш, ты все равно свободен, но Филиппыч с утра на совещании еще занят. Ну, Сэм. Вот ты и дома. Ну, у нас холодные, все в порядке, молодец. Сэм, ну смотри, какое у тебя королевское ложе. Я тебя прям завидую белой завистью. Аж потом полежать. Валерий, ты остаешься или, может, тебя подвезти? Мне нужно ехать. Слушай, я буду тебе признателен, Костя. Пойдем? Нет. Пожалуйста, останься. Ну, я же не знаю, какие лекарства саму давать и когда нужно. Ладно, я тогда поехал. Спасибо тебе, Костя, большое за это. Спасибо. А ты что сидишь? Тарелки по-моге ставить. Да все омарь, я думаю. Я тебе сказала, выброси ее из головы. И о ком это вы? А то, что могла бы сделать меня счастливым. Так, я что-то не понял. Вы в дом ездили смотреть или свататься? Нет, просто Саше ей понравилось. Кстати, как поужинаем, может, сходи к ней. Наш литератор на маню запал. Ух ты. Да. Ну, просто если ты будешь хорошо кушать, ты быстрее поправишься, понимаешь? Сэм, давай. Тебе, кажется, знаю, что поднимут тебя настроение. Знаешь, я когда была маленькой, мне мама ставила детские песни, чтобы я лучше ела. Ты знаешь, это помогало. Так. Ну, вот. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Да, дом еще продается. Состояние жилой, цена указана в объявлении. Торг возможен, но небольшой. Да, хорошо думайте. Не не скажу, что у меня есть. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что, Сэм? Ты, наверное, не хочешь, чтобы я дом продавала? Да, ты здесь всю жизнь прожил, привык к этому месту. У меня нет другого выхода, понимаешь? Мне нужно возвращаться в город, искать работу, квартиру. А здесь... Не, может, и хотела бы остаться. Но что мне здесь делать? Поэтому прости, но так надо. Привет. Привет. Чем так вкусно пахнет? Спагетти с сыром будешь? Класс. Конечно, буду. Как там, Сэм? Температура нет, но ест плохо и какой-то грустный. Ну, конечно, грустный. Кто бы будет веселый после полостной операции. Я сейчас поем, проверю его, поставлю укольчик. Ты как? Ну как, спала мало, но это ничего. Совсем не спал. Ну, ерунда. Это мелочи жизни. Ммм. Ну, короче, сыром. Моя любимая еда теперь. С этого весела. Я рада. Очень вкусно. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Вот и все, Сэм. Ничего себе. Сэма-то ты починил? Конечно. Он, кстати, тебе чай еще заварил. Спасибо, Валера. Там нет за что. Помочь? Спасибо, ты уже помог. А так, на всякий случай, вдруг ты не справишься. То есть теперь, конечно, то, что я к труду не приучена. Я этого не говорил. Ну, подумал. Нет, не думал. Врешь? Женская логика в действии. Так, значит, да? Нет, нет! Ух ты! Да вот так! А-а-а! Нет! Подождись. Секундочку. Да. Ага, сейчас буду. Что там? У мамчура. Собака суп проглотила. Сегодня вроде выходной? Ну, собак у вас не бывает выходных. Все, скоро буду. Ничего. Сомаку. Сомаку. Привыкну к тебе. К твоему хозяину. Что мне тогда делать? Поля! Поля! Полин! Андрей. Полечка. Ты что здесь делаешь? Я пришел, чтобы исправить то, что я чуть не испортил. Прости, Митя. Я ввел себя как полный дурак. Но это больше никогда не повторится, слышишь? Никогда. А как же твоя жена? Ее беременность? Да она не была беременна. Она вообще хабанула, ты понимаешь? Все, я с ней развожусь. Я знаю, больше никого нет. Полечка. Я так соскучился у тебя. Подожди, подожди! Ты что думаешь, что ты вот так вот меня поманишь, я за тобой и побегу? Оля, я думаю, что ты любишь меня. А я люблю тебя. И нам больше ничего не нужно. Я больше не верю ни единому твоему слову. Ну зачем все усложнять? Я тебя люблю. Люблю. Да пусти меня! Хорошо. Ты хочешь, чтобы я тебя просил, да? Чтобы я унижался? Ты хочешь, чтобы я встал на колени? Я ничего от тебя не хочу. Уйди. Ладно. Я уйду. Хорошо. Я только с тобой. Ясно? Уйди. Пусти меня! Я тебе сказала! А! Ты же сказали! Валер, отсюда! Ух, ты идиот! Уходи! Ты кто? Муж ей? Давай-давай. Спасибо тебе. Да, обращайся. Ведь в Сиренаре все такие воинственные. Да мы просто знаем болевые точки. У нас же пациенты разные бывают. Кто-то укусить хочет, кто-то вообще сожрать. А вот приходится защищаться. Тюля-то, конечно, старомодная, но очень уютная и красивая. Вообще, я очень люблю перестановки. Я бы здесь все переставила. Сразу ощущение новой жизни. Ой, ой! Да дело же не в тюле. А в тебе, когда ты сюда приехала, дома жал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА